Девушки отдыхают Я вашего начальника боялся А теперь, когда его нет, я могу все рассказать И что же он рассказал? Что, что рассказал? Что ему приказали занять эту квартиру И по команде дать нам сигнал о готовности помочь следствию Этот человек встретился на жизненном пути Бальмонта Где-то месяц назад Спросил за хорошее вознаграждение Оказывать ему некоторые услуги Тот, конечно, не знает его телефона Человек ему сам звонил Но я уже вызвал ребят, чтобы они подежали и сидят Вот, а пока они не приехали Кому-то придется посидеть И присмотреть за ним Вы можете за ним присмотреть, а я так... На ты Ты можешь за ним присмотреть Я побегу в институт, Катя Потому что она не отвечает на телефонные звонки И ты помнишь, да, то, что у тебя в два часа допрос не стеровать Ну, как я могу такое забыть? Спасибо, спасибо Иди, 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 иди При попадании одной капли на лицо Эта жидкость прожигает мягкие ткани до костей Насколько я знаю, вы хотите пополнить ряды театральных и кинозвезд? Очень сомневаюсь в этой вашей затее при попадании этой смеси на ваше очаровательное личико Кто вам сказал, что Кораблев жив? И не сказал ли он, где он находится сейчас? Преступайте И не рыпайся Иди И не рыпайся Люба Нашел? Люба Я спросила, нашел? Еще нет, эта девчонка Меня не интересуют подробности Меня интересует, когда ты ее найдешь Слушаю Зайди Где ее мобильный телефон? Да, я слышу Алло, мне нужен Всеволод Мерин Я Мерин Буду краток, у меня находится ваша знакомая Екатерина Елена При выполнении моего условия через час она будет выпущена на свободу В противном случае она исчезнет Условие следующее Ты мне скажешь местонахождение Дмитрия Кораблева Повторите еще раз, что я должен вам сообщить Не тяни время, я сейчас повешу трубку Если я вас правильно понял, то на определенных условиях я должен вам передать Дмитрия Кораблева Просто скажи, где он Какие у меня могут быть гарантии, что после выполнения условий заложница будет освобождена Дмитрий Кораблев очень опасный преступник На нем висит очень много убийств Я очень сильно рискую и должен быть уверен, что... Никаких! Алло! Алло! Капитан Трус Анатолий Борисович, здравствуйте Мне только что позвонили и сказали, что... Что? Во-первых, здравствуйте А теперь во-вторых Вы понимаете, мне позвонили и сказали, что Катю взяли в заложники Что? Кто позвонил? Да какой это мужчина Он думает, что я знаю, где Дмитрий Кораблев И требует сказать ему в обмен на освобождение Кати к телу Иначе он ее... Алло! Алло! Вы меня слышите? В общем так Если узнаете, кто подослал Бальмонта на ту квартиру Сразу звоните мне И когда придет Нестерова, тоже сразу звоните, ясно? Алло! Я могу присесть? Да, конечно Садитесь, пожалуйста Чай, кофе! Нет, 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 спасибо Ведь я здесь ненадолго Или вы собираетесь меня арестовать? Ну что, Вера Артемьевна, какой арест? Ваша визит сюда чистая формальность Возникла необходимость узнать кое-какие детали Ваши вчерашние беседы с лейтенантом Мирином А у вас здесь курят? Для вас можно вся Благодарю вас Позвольте сделать звонок? Ну конечно, ведь вы здесь хозяин Да Товарищ полковник, новый этап операции начался Ага, понял Простите У нас проводится очень важная операция Я понимаю Ну и что же вас интересует? Какие детали вам бы хотелось уточнить? Я даже не могу представить, что еще вам сказать Ведь я уже рассказала вчера всю вашему сотруднику Все, что знаю в связи с этой трагедией С Кораблевым мы дружим с первого класса А Женька? Женька Женька мне как родная была Простите Ничего, ничего Вы даже не поверите, как мы с ней были дружны Всегда вместе Все поровну Я не знаю, что еще вам сказать Ведь я вчера все рассказала вашему сотруднику Он оказался таким Таким милым Таким робким Таким Неуверенным мальчиком И он так расположил меня к себе Этой своей деликатностью Что я рассказала ему Как на духу Все, что знаю и все, что помню Вот тут вы ошибаетесь, Вера Юрьевна Решительно ошибаетесь Вы что, мне не верите? Нет, ну что вы Как можно? Вы сказали мальчик Я сначала не понял, о ком вы говорите Ну как же Я говорю о том сотруднике, который был у меня вчера Нет, теперь я понимаю Ну какой же он мальчик Ему сорок лет Сорок? Ну да Ровно месяц назад мы отмечали его юбилей Речи, подарки, грамоты от руководства ждали министра Он опоздал С президентом встречался Этот мальчик Как вы выразились у нас Легендарная личность На его счету 163 успешных задержания Два ранения Одно тяжелое Как странно Но он мне вчера сказал, что это его первое дело Скромность Человеческая скромность Я, говорит, не за звание И не за награды Долг перед Родиной и перед его народом исполняю А вы говорите, мальчик Но он казался таким юным Ой, Вера Артемьевна У меня сосед по подъезду Выглядит на 15 Вот все его Васька, Васька А этому Ваське под 60 50 лет Он выступает на арене цирка В этом номере Маша и семь братьев Медведевых-Лимонадовых Не помните? Не помню Там еще такая Маша под два метра А все остальные лилипуты Ну, естественно, они никакие не братья Псевдоним такой А вот Маша на самом деле Настоящая Маша Вы бы видели, как она ими шонглирует на арене Когда Васька, мой сосед, подлетает под самый купол цирка Под барабанную дробь дух захватывает Вот вы сказали, этот лейтенант Мерин Робкий, нерешительный А он может быть каким угодно И робким, и нерешительным И глупым, и злым Каким угодно В зависимости от обстоятельств Психолог Вас он Расположил нерешительностью Неопытностью А вы, красивые женщины Народ сентиментальный Вот рассказали ему все, как на духу А он на оперативке так и сказал руководству Информация Актрисы Нестеровой Предоставлена неоценимая Да, но Она отрицательна Ни одного слова правды Ложь От начала до конца Пойду попрошу предоставить нам кофе М? Музыка 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 КОНЕЦ 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 Кто вы? КОНЕЦ Шесть часов. На Триумфальной площади. Номер машины 021. Приведешь с собой хвост, не увидишь ее никогда. Все. Простите. Простите, великодушная. Думал оставить вас на пять минут, а получилось на пятнадцать. Или у меня часы спешат. И самое главное, ни у кого не оказалось кофе. Дежурный тут же побежал в магазин вот напротив. У нас круглосуточный. Рукой подать он до сих пор. Надо позвонить, да? Не утруждайте себя. А, что? Не расслышал. Вы телефон вспомнили? Какой телефон? Тур Турова. Кого? Ну, как его? Вашего друга детства, который вам позвонил о пожаре. Вы хотите сказать Турова? Да, именно его. Я так понял, что вы, когда не расслышал, вспомнили его телефон? У меня нет его телефона. Ну, как же, он же ваш друг детства. Мы редко видимся. Насколько редко, если не секрет? В детстве последний раз. Простите за мою скромность. А какими годами вы определяете окончание вашего детства? Пить кофе отказывайтесь. Жаль. А вот с лейтенантом Мериным вы пили кофе, а со мной не желаете. Послушай, что тебе от меня надо? Вот! Вот это мне и надо. Именно это. Вы мне нужны, Вера Артемьевна. Подлинная кайва есть на самом деле. Что ж ты пыжишься? Голубую кровь из себя строишь, когда она у тебя другого цвета. И ты думаешь, подонок, что тебе это сойдет с рук? Сойдет с рук? Да. Детка. Сойдет с рук. Потому что я занимаюсь расследованием убийства молодой, ни в чем не повинной женщины. И ее мужа. Еще недавно очень популярного телеведущего. А вы отказываетесь давать правдивые ответы на задаваемые вам вопросы, тем самым препятствуя поимке преступников. А от ваших ответов сейчас зависит, не придется ли в конце нашей беседы переквалифицировать ваш визит к нам в качестве свидетельниц, на визит в качестве обвиняемых. Да, да, да. Так что потрудитесь, разговаривая с официальным представителем государственной власти, соблюдать нормы поведения, приемлемые в цивилизованном обществе, а не на воровских малинах. Первый вопрос. Фамилия, отчество, имя, адрес и телефон вашего друга. Вы напрасно думаете, что ваши эти фильмы, название которых вызубрил рейтенант Мерин перед вашей встречей, помогут вам избежать... Капитан Трус. Я не понял. Да? Дайте ваш пропуск. Я его подпишу, и можете идти. Давайте, давайте. Прошу прощения за причиненные исключительно в интересах следствия хлопоты. Мы свободны. И оставь свой лепет о моей свободе при себе. Наш с тобой разговор не закончен. Только продолжится он в другом кабинете. Капитан Трус. Сейчас к вам к выходу направляется Нестерова Вера Артемьевна. Задержите ее часа на два. Ее паспорт, мой кабинет. Оказывается, у вас есть план. Я-то не знал. Позвольте полюбопытствовать, что это за план? А можно я скажу? Профессию нашу позорить. Вот ваш план. Оскорбляйте свидетелей. Вы избиваете свидетелей. Вот ваш план, оказывается. Проникайте в дома граждан без санкции прокурора. Вот ваш план. Ну сколько, ну сколько я могу. И вот вам в мозги, что власть это не вседозволенность. Власть это ответственность за свои поступки. Каждого человека, облеченного властью. Товарищ полковник. Молчать! Ну? А ты, орел? Хорош. Ну, трус ты ладно, он всегда таким был. Ну, а ты-то молодой. Надежда управления. Перспективный. Честный, принципиальный. Я его старшим сделал. Ну, как же ты мог, а? Садись. Он больше не будет. Посмотрите, как глубоко переживает из-за допущенной по неопытности ошибки. Я понял все. Заткнулся. В общем, так. Все, Волод. Еще один подобный фортель, и ты у меня вылетишь из управления к чертовой бабушке. Тебя простым дознавателем в отделение не возьмут. Понял? Так точно. Как и твоих старших позваниях, коллег. А ты, они план тут придумали. Ну, что за план-то? Докладывайте давайте. Мы вас еще опять беспокоим, Дверка Уменьшина. Мой коллега, который к вам до меня приходил... Всеволод. Всеволод, да. Я просто не могу не сделать вам комплимента. У вас замечательная память, Дверка Уменьшина. Всеволод. Он сказал, что незадолго до пожара Кораблева приходила не нежно, да? Приходила. И долго она была-то? Я же ему Всеволоду все рассказала. Она прибежала, я ей говорю, нет твоего Димы. Ну, в морг утром уехала, еще не возвращалась. И она ушла, да? Как же ушла? Села. Я, говорит, его подожду. Чайку с вами попью. У меня, Вера Кузьминишна, торт с собой есть. Я даже такого торта не пробовала раньше. Вера Кузьминишна, ну меня извините, а вы с ней чай-то долго пили, а? Во сколько она ушла? Вам нужно точное время? А вы запомнили? Записали. Так. Светлана Кораблева пришла в 19.45. Значит, в 19.45 пришла, а ушла? Она не уходила. В смысле не уходила? А у меня тут не записано, когда она ушла. Как же так? Я же точно помню, когда пожар начался, ее не было. Я более чем ясно сказала вашему коллеге, что если ко мне есть какие-то вопросы, пожалуйста, вызывайте меня повесткой на допрос. А это не допрос, Светлана Павловна. Неужели вы действительно хотите, чтобы я вызывал вас к себе в кабинет, для того, чтобы задать два уточняющих вопроса? Хорошо, но только два. Замечательно. За полчаса до пожара в квартире Кораблева вы приходили к нему, не застав его дома, предложили попить его консьержке чаю вместе с вами. Так, да? Ну и что, это преступление? Выпить с кем-то чаю? Ну и второй вопрос. Светлана Павловна, вы еще не ответили на первый. В торте, которым вы угощали консьержку, мы обнаружили сильнодействующее снотворное. Она хранила остатки торта в холодильнике, и мы легко это определили. Скажите, пожалуйста, Светлана Павловна, каким образом оно там оказалось, а? Вы этот торт купили или сами приготовили? Немедленно уходите из моего дома. Очень жаль, Светлана Павловна, что я не услышу ответ на второй вопрос. После вашего визита к Вере Нестеровой, в ее отсутствие, в ее сумочке мы обнаружили сильнодействующий яд. Такой же яд, которым была отравлена ваша подруга Евгения Молина. Вы меня слышите, Светлана Павловна? Завтра же вы получите повестку. И ровно в 10 утра ответите на оба моих вопроса в моем кабинете, как вы настаиваете на допросе, под протокол. Все доброго. Подождите. Это она. Это все она. Надо было все-таки маячок его зарядить. Как зарядить? Ну, обнаружи. Лютик, Лютик, прием. Черная «Мерседес» К-021ВС. Еще один «Мерседес». И еще один. Лютик, Лютик, прием, Лютик. По-моему, нас развели. Тут три черных «Мерседеса» одинаковых. С одними и теми же номерами. Мы не видели, в какой из них он сел. Кого нам везти? Значит так. Говорю я, ты молчишь. Я президент финансовой корпорации Олег Первый Рустамович Турчак. Простите, я не расслышал фамилии. Турчак. У меня досье на половину депутатов Госдумы. Это я к тому, что все, что я не сделаю, меня оправдают. Потому что меня берегут, как ядерную кнопку. А у тебя единственный шанс увидеть свою студентку живой, это сдать мне Кораблева. Предполагаю. Предполагаю, ты не знаешь, где он. Подними своих коллег, ментов, хоть по всей стране. Мне нужен Кораблев. Иначе твоя студентка будет... Я знаю, где Кораблев. Где он? Где? Сначала я хочу увидеть заложницу. Нет, не надо, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну не надо. Ну, не трогайте меня, пожалуйста. Ты хотел ее видеть? Вот она. Стой, не дергайся. Стоять. Где Кораблев? Сначала пусть ее отвезут к нам. Ты просишь капитана Трукса. Только с его мобильного позвонишь мне. Только с его мобильного. Ты поняла. Все. Нет, нет. Витя. Витя. Ну, должны же мы что-то делать. Ну, что? Что? Скоробогатов. Товарищ полковник, на входе какая-то девушка требует капитана Трукса. Говорит, ей надо срочно позвонить с его телефона лейтенанту Берину. Ну, звонят. На. Сева. Сева, ты меня слышишь? Скажи ей, ну? Катя, ты где? У вас в кабинете. Сев... Все, все. Я сделал все, как ты сказал. Я сделал все. Где Кораблев? У Веры Нестеровой. Врешь. Врешь. Нет, погадый. Врешь. Выпей. Не надо. Тебе нужно это выпить, Митя. Не надо. Митя, прошу тебя. Милый, ну, пожалуйста. Еще немножко. Еще немножко, прошу тебя. Пожалуйста. Это что, яд? Яд? Какой яд? Ты что, с ума сошел? О чем ты говоришь, Митя? Кто там? Это я. Как ты посмел? Ты с ума сошел? Кто тебе позволил прийти сюда? Ты просел и найди его, и я его нашел. Где он? Я еще паспорта принес. Проходи. Это нужно отметить. Иди на кухню. Там в холодильнике вино. Открывай. 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 Что отмечаем? Паспорта или то, что я его нашел? И то, и то. Принеси сжигалку. Она там в прихожей. Вещечке. Здесь нет зажигалки. Поищи получше. Она должна быть там. Я не могу ее найти. Ее здесь нет. Поищи еще. Ох, прости. Она была здесь, на кухне. Ну, наливай. Хочу выпить за тебя. Почему ты не спрашиваешь, где он? Ну, ты же не говоришь. Менты нашли его. Держат на конспиративной квартире. Утром мои люди его освободят. И утром он будет у тебя. Я же говорила, что ты молодец. За тебя. До дна. Почему ты не пьешь? Я хочу выпить за тебя. Ты просто хочешь меня напоить. Нет. Тебе не надо пить. Я один выпью. Уходишь? Да. Как тебя зовут? Отстань. Скажи. А то умру. Я сказала, отстань. Эй, ты меня слышишь? Меня Люба зовут. Теперь я буду жить. А если бы я не сказала, как меня зовут? Я бы умер. Да ладно. Только меня не Люба зовут. Да это уж и не важно. Для меня это любовь. Любовь. На всю жизнь. Что? Даже до свидания не скажешь? Прощай, Люба. Врач приезжал наш. Сделал уколы, сказал, надо его в больницу везти. Иди. Ну что, Люба? Давай прощаться. Скоро, наверное, уже. Я, Люба, давно не живу. С той самой минуты, как тебя на катке увидел. До сих пор не понимаю, за что. За что ты мне такое счастье неземное подарила? Всего неделя у нас была в Крыму. Я тебе тоже хочу за это подарок сделать. Вот. Завещание. Там оно написано. В случае моей смерти, все движимое и недвижимое имущество завещаю Нестеру и Вере Артемьевне. Это у нотариуса заверено. Все верно. Осталось только подпись поставить. Ты, наверное, думаешь, что убила меня, когда мне яд в бокал подлила? Нет. Нет, Люба. Ты меня убила, когда я увидел, как ты его подливаешь. Ты меня за зажигалкой послала, а я в зеркале увидел. Я уже тогда умер. Ты меня, Люба, убила тем, что захотела меня убить. Прощай, Любовь моя. Вода. Там была вода. Вода? Какая вода? Я из флакона. Яд вылил и воду туда налил. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь, медпогадый? Что ты здесь делаешь? Ну? А дальше-то что? Дальше. Ну, потом он подбежал к столу, достал оттуда револьвер и со словами она так хотела выстрелил себе в рот. Боже мой. Прямо Достоевский. В этом деле все сплошное Достоевский. Турчак застрелился, потому что любил Нестерову. Нежина любила Молину и отравила ее, потому что не хотела, чтобы она доставалась Кораблеву. А Нестерова любила Кораблева и хотела вернуть его любым путем. Я тогда узнала, что что она хочет вернуться к нему, я и решила покончить с собой. я всю жизнь ее любила. А Верка сказала, ведь Женька предала тебя, почему должна умереть ты, а не она. В то утро Молина заехала к Нежине и сказала ей о том, что возвращается к кораблю. Нежина предложила ей выпить шампанского и посыпала в фужер яд, который ей дала Нестерова. И этого Слюнькина тоже убила Нежина? Слюнькина она не убивала. Слюнькина убили люди Турчака. Нестерова шантажировала Нежину, угрожала, что сообщит милиции, что та отравила Молина. По ее просьбе Нежина заманила Слюнькина в квартиру Кораблева и потом подсыпала консьержки снотворные, чтобы та не видела, что первыми в квартиру Кораблева поднялись люди Турчака, а уже потом Слюнькина. Да, Турчаку Нестерова приказала избить Кораблева, чтобы тот как следует испугался. Она подумала, что после того, как он увидит еще и пожар в своей квартире, он точно побежит к ней. Но он побежал не к ней, он поехал к Щукиной, к одной из своих любовниц. И когда Турчак ей об этом рассказал, то она просто навсего придумала застрелить Щукину, и тем самым повесить на Кораблева еще одно убийство. А Турчак решил воспользоваться этим планом Какое запутанное дело. И вы его раскрыли. Исключительно благодаря уникальным способностям вашего внука Людмилы Васильевны и его сверхъестественной интуиции. Анатолий Борисович, хватит. Нет, не хватит с Ивой. Простите, с Ивой. А то привыкли, понимаешь, речи на панихидах толкать и памятные доски вешать. А павшим героям в борьбе с преступностью все до лампочки уже. Простите, я открою. Здравствуйте. Здравствуйте. К Всеволоду. Проходите, пожалуйста. Благодарю. Скоробогатов Юрий Николаевич. Очень приятно. Людмила Васильевна. Мне тоже очень приятно. Вы, как я понимаю, даже как неловко бабушка. Всеволодовик. Да. А вы начальник? Да. Прошу вас. Благодарю. Вы знаете, Всеволод отличный сотрудник. Я им очень доволен. Проходите, пожалуйста. Он честный, принципиальный. Прошу. Прошу. Да нет, вы же гости. Нет, ну вы же женщина. Если вы настаиваете. А главное, скромный. Вы знаете, вот замечательные качества у него. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Сидите, сидите, все сидите. Присаживайтесь, пожалуйста. Благодарю. Так вот, Людмила Васильевна, я говорю, скромный. Скромный, в смысле, ненаглый, как некоторые сотрудники, например, капитан Трусес, который позволяет тебе копаться в чужих пакетах. Товарищ полковник, я пытаюсь определить, это передача больному из нашего круглосуточного или из вашего овощного? Да, кстати, все, забудьте про свой круглосуточный, дорогие мои. Он сменил ориентацию. Дмитрий Васильевнов, я имею в виду, в круглосуточном магазине сделали ремонт, и теперь после ремонта он будет торговать косметикой. Тю, а что же нам теперь вечерами делать? Как проводить наши мозговые штурмы и глоносчем? Да, Юрий Николаевич, так додеши, раскрываемость понизится. Важно не с чем проводить мозговые штурмы, а чем, понимаете, чем. Я открою. Сидите, сидите. Да, Сева, бабушка у тебя, спасибо. Я не уйду, положительная бабушка. Да. Как ты, подживает? Да, хорошо, спасибо. Сев, к тебе, барышня. Здрасте. Привет. Привет. Вернии. Северный. Я не уверен. Я не проявлю, Я не могу. Я не могу. Продолжение следует...